Я готовил выступление на тему импортозамещения, но не импортозамещения в целом, а в конкретной предметной области. Эта предметная область довольно специфична, она касается и IT, и бизнеса. Почему про нее буду рассказывать? Потому что моя компания специализируется в этой области, и, в общем, здесь у меня есть компетенция, готов с вами поделиться своими соображениями. Во-первых, представлюсь, меня зовут Алекс Крымик, я управляющий партнер компании Клеверикс. Это нишевая компания, которая очень сфокусирована на определенных вопросах, которые находятся в области IT-менеджмента, но именно в этих вопросах мы обладаем довольно хорошей компетенцией. На слайде представлены определенные сертификаты, интересные бумажки и достижения за свой трудовой путь, и из любопытного готов отметить следующее. Как-то давно, еще до пандемии, я написал книжку, которая настолько хорошо зашла аудитории, что ее пару раз издали тиражи на русском языке, а потом перевели на английский, потом на голландский, а потом внезапно для всех, в том числе для автора, перевели еще и на китайский язык. А после этого решили, что по этой книге нужно сделать какой-нибудь экзамен, и теперь люди в разных странах мучаются и сдают экзамен, не зная, кто такой Алекс Крымик, но тем не менее получая хороший международный сертификат. Забавная история, когда мы пошли импортозамещать, но в обратную сторону мы там стали замещать их профессиональный экзамен. Короткий смысл слайда, верьте мне, пожалуйста, я немножко понимаю в той теме, о которой я сегодня вам расскажу. О чем я запланировал вам рассказать? Эта предметная область довольно широка, и поэтому нужно ее сфокусировать. Речь, конечно же, про информационные системы, то есть про автоматизацию, что является объектом автоматизации в том контексте, о котором я рассказываю. Исторически сервисная культура, сервисное производство, как сегодня первый докладчик уже рассказывал, она, в общем, приносит очень серьезные выгоды тем, кто применяет подобную сервисную историю, и зародилось это, в общем, в IT-подразделениях, в IT-части. Кто-то когда-то придумал много, 25 лет назад, что хорошо бы представить себе работу IT-подразделения как подразделения, оказывающего услуги. Отсюда закрутилось и завертелось, и сейчас сложно найти компанию, где IT-подразделения не работают в этой парадигме. Однако мысль пошла дальше, и развитие сервисной культуры продолжилось дальше в бизнес-подразделениях. Выяснилось, что если подобные методы организации работы, подобные методы взаимодействия приносить в соседние, другие подразделения или департаменты компаний, ну, например, управление персоналом, управление административно-хозяйственной деятельностью, закупки, маркетинг, бухгалтерии и так далее, то, в общем-то, вы на хорошую пользу можно получить. Почему? Потому что где сервисы, там SLA, где SLA, там порядок, где порядок, там уже и про эффективность можно поговорить. И эта история стала разрастаться за пределы IT. Кроме того, ну, разумеется, есть сервисные компании, бизнес которых заключается в том, что это компании, которые предоставляют услуги, какие бы то ни было, услуги другим своим клиентам, другим компаниям. Это могут быть IT-услуги или иные услуги непринципиальных. Если просуммировать эту картинку, то та часть, которая исторически возникла со стороны IT, она имеет известное клише, известное название – это IT Service Management, ITSM. А то развитие, которое она получила, это уже услуги корпоративного уровня, то есть Enterprise Service Management, то есть ESM. Вот та информатизация, про которую я вам сегодня рассказываю, она касается как раз как ITSM-части, так и ESM-части. То есть применение принципов организации работает таким образом, что у нас на выходе услуги, независимо от того, что за подразделения мы рассматриваем, но в первую очередь и с серьезной спецификой, конечно же, в области информационных технологий. Если посмотреть на эту область автоматизации, то мы увидим, что разные компании имеют разный уровень зрелости. Так принято говорить, хотя, конечно, это несколько обидно звучит. Опять-таки наблюдение за реальным миром показывает, что есть компании, которые хорошо закрывают первый базовый уровень, где у нас есть вопросы касательно поддержки пользователей, какого-то портала в этой связи, управления запросами, заявками, введение базового каталога услуг и сервисных соглашений, и так далее. Очень грубо это уровень такой. Мы работаем с заявками. Сложно найти сейчас компанию, которая не отстроила у себя в сервисных подразделениях этот уровень. Это действительно уже как бы норма, совершенно ничего нового и откровенного здесь нет. Однако есть развитие дальше, и многие компании двигаются вперед. Условно на серединку, на продвинутый уровень. Это немножко другие вопросы, как бы надстройка над предыдущим. Это более серьезные управленческие проблемы, которые компании решают с помощью организации труда, процессов и сервисных соглашений. Отдельно здесь выделяется блок, который касается отчетности. Почему? Потому что как только возникает хорошая, настоящая, взрослая сервисная отчетность, отчетность по предоставляемым услугам, то тут же возникает возможность перехода в управление качеством. То есть мы не просто двигаем заявки и стараемся их поскорее закрывать, а мы думаем, как обеспечить качественные услуги, которые мы предоставляем. То же самое касается процессной отчетности. За счет чего предоставляются эти сервисы? За счет чего можно управлять качеством? Следующий уровень, который здесь есть, с правой стороны, это, условно говоря, экспертный. До него, к сожалению, по моим наблюдениям, доходит не очень большое количество компаний. Дошло сейчас, однако он несет в себе очень серьезную ценность. Ну, например, здесь в полный рост встают вопросы экономики. Наш первый докладчик сегодня, огромное спасибо за доклад, он был очень интересным, упоминал разные вопросы организации производства. И у нас есть клиенты, в том числе, где мы пересекались, которые вопросы экономики, предоставления услуг ставят уже в углову угла, не только каталог услуг, но еще за счет чего они происходят. Это уже экспертный уровень. Вся эта деятельность персонала нуждается в автоматизации. Для автоматизации этой деятельности придумано большое, разработано большое количество информационных систем. К этим информационным системам предъявляются довольно понятные и, в общем-то самом, известные требования. Какие системы хотелось бы компания иметь, чтобы автоматизировать деятельность персонала в областях, которые я упомянул? Ну, во-первых, требования совершенно стандартные в сегодняшний день, это мы хотим все в коробке. Нам не нужно изобретать велосипед, мы не хотим тратить время на изучение какую-то вот эту историю свою. Мы хотим получить как можно больше всего готового, чтобы с этого стартовать. Однако следующее требование, которое мы встречаем почти во всех проектах, почти у всех клиентов, это требования к простой дешевой кастомизации, потому что почти все наши клиентские компании видят особенности своих процессов по отношению к каким-то коробочным процессам, своих услуг по отношению к каким-то универсальным услугам и очень просят эти особенности учитывать. Это противоречивые требования. Хотим коробку, но при этом коробка должна быть кастомизированная. Мало систем позволяет, информационных систем позволят эти два требования хорошо реализовать. Дальше стандартные вещи, такие как интеграция, потому что ITSM или ESM-система – это ключевая история с точки зрения взаимодействия с большим количеством других систем. Это учетная система, это учет персонала, это учет оборудования, это учет наших возможностей помещения, активов и так далее. Это связь с бухгалтерской системой и прочим управленческим учетом, когда нам нужно считать экономику услуг. Много-много-много-много всего. Поэтому система должна уметь хорошо интегрироваться. Дальше. ITSM и ESM-система должна иметь высокую надежность, потому что все сотрудники компании так или иначе с ней работают, будучи клиентами, потребителями услуг. И здесь, конечно, необходимо выдерживать хороший уровень. Высокая нагрузка. Так как мы, как правило, работаем с крупными, среднего размера и крупными компаниями, то количество операций, производимых в такой системе, оно очень велико. Это десятки и сотни тысяч операций, которые происходят ежедневно в этой системе. Это сотни тысяч и миллионы объектов учета, если мы говорим про крупные компании. Поэтому системы должны выдерживать в том числе высокую нагрузку и нормально работать. И последнее требование, насколько я помню, по-моему, 100% наших клиентов, и это нормальная тенденция на рынке, предпочитают устанавливать такого рода систему у себя внутри. По совершенно разным соображениям, которые, конечно же, можно систематизировать и тоже свести вместе, но кажется, что это единое общее требование. Мало кто из средних и крупных компаний готов такого рода систему размещать в каком-то чужом облаке и как-то администрировать, если только там не особые условия контрактования. Так вот, к этим требованиям соотносится большое количество разных информационных систем. Можно посмотреть на перечень. Я на слайд вынес основные логотипы основных систем, которые в России встречаются. Это, как я уже сказал, совершенно не новая область знаний. 20-25 лет она развивается, сервисная история, сервисная культура, начиная с IT, заканчивая и продолжая в сторону корпоративную, в сторону enterprise. У всех систем, которые на слайде приведены, есть одна общая особенность. Ну и, конечно, самые внимательные эту особенность уже, конечно же, поняли. Системы, представленные на слайде, больше не с нами. Так или иначе, они покинули российский рынок. Некоторые из них сделали довольно некрасиво и громко хлопнув дверью. Другие постарались сохранить, насколько это возможно, контракты на поддержку, на обновление, поставку новых версий и так далее. Но, в общем и целом, история потеряна. Поэтому встает огромная задача перед компаниями попытаться такие системы, как на слайде переприведены, заменить на что-то, с чем можно дальше работать, что-то отечественное, российское, что не уступало бы по объему функциональности, по эксплуатационным характеристикам, по предоставленным возможностям системы, которые представлены на слайде. Волна импортозамещения, она идет, конечно же, в разных областях, но и в том числе она касается, конечно же, и такого класса систем. Давайте посмотрим, а что у нас есть на замену, а что есть в России такого класса систем, из чего можно выбирать. Маленькое замечание. На слайде сейчас представлены примеры. Общее количество такого класса систем в мире – это несколько десятков. Я думаю, что под сотню. То есть выбор огромен. Выбор огромен, и можно было бы выбирать. К сожалению, сейчас реально стал другой. Посмотрим на российский выбор. Мы в компании Cleverix ведем вот такой реестр. Реестр ESM и ITSM систем в России. Он обновляется довольно регулярно, практически ежемесячно. Два класса систем – Enterprise и Service Manager. Представлено количеством, которое укладывается на пальцах одной руки. Возможно, здесь что-то забыто, возможно, здесь что-то упущено. Мы стараемся делать реестр максимально полным, но, по моему мнению, кажется, все самое главное у нас на слайде представлено. Четыре наименования. Системы класса ITSM, которые чуть-чуть поусловно, условно говоря, чуть-чуть попроще. Точно так же их единицы – это штучный товар. Поэтому, в общем и целом, выбирать, к сожалению, приходится из очень ограниченного количества информационных систем. Я вижу в вопросах ответов вопрос про Bittrex. Я, к сожалению, ничего не могу сказать, потому что, кажется, насколько мне известно, это система другого класса. Это хочется отдельно проработать и, может быть, каким-то образом выяснить этот вопрос. Но кажется, что сейчас те логотипы, которые представлены на слайде, они чуть-чуть в стороне. Значит, я прокомментирую, поясню. Здесь, разумеется, речь не идет про чисто трекинговые, чисто заявочные системы. Ну, например, там, не знаю, Яндекс.Трейпер. Прекрасная система, но другая. Она слишком слабая по функциональности в тех вопросах, о которых я говорю. Какая сервисная экономика в Яндекс.Трейпере? Ну, простите, немножко другое. Поэтому, возможно, мы просто по-другому проводим границу между тем, что относится в этот сегмент информационных систем. Здесь речь идет про серьезные системы, серьезные уровни, серьезного класса. Итак, вывод. К сожалению, на рынке России есть нехватка такого уровня систем, такого рода систем. Чувствуется недостача. И, конечно, это хороший момент для развития, хороший момент для того, чтобы что-то новое сделать. Игорь Савельев сегодня предвосхитил тему, которую я дальше перехожу. Мы в компании Плеверикс совместно с компанией Гриндата решили разработать информационную систему такого же класса, как я сейчас описываю, Enterprise Service Management, на отечественной платформе с помощью отечественных методологий, отечественным персоналом. Вот все слово отечественное в полный рост здесь есть. Я хочу вам очень коротко рассказать, что это за информационная система, какие у нее ключевые отличия, и вы можете соотнестись, можно ли ее рассматривать как хорошую систему для импортозамещения в данной предметной области. Первое, с чего стоит начать, это еще разок упомянуть про платформу. Компания Клеверикс долго выбирала, с какой платформой начать работу. Мы посмотрели очень большое количество лоу-код-платформ российских, которые сейчас доступны. Это правда широкая поляна. Игорь упоминал про 31 лоу-код-платформу в исследовании Сколково. Наверное, даже их побольше будет, если посмотреть на все, что заявляется на рынке. Мы в Клеверикс, конечно, не посмотрели на все 31 продукт лоу-код-платформы. Мы посмотрели на те, которые самые яркие, самые известные. Мы, по сути, сделали несколько прототипов, попробовали поработать, и мы, в общем и целом, на выбор свой сделали совершенно однозначный. Мы для себя решили, что только платформа Green Data позволяет решать задачи, которые мы перед собой ставим. Позволяет разработать продукт, который может использоваться для построения нормальной, взрослой, серьезной, полнофункциональной ESM-системы. Именно поэтому мы заключили стратегическое партнерское соглашение с Green Data и совместно разрабатываем новый программный продукт. Коллеги из Green Data в постоянном контакте в еженедельном режиме, по сути, дорабатывают и развивают платформу. С учетом того, что необходимо в нее привнести, и это большая благодарность и великое благо для нас, Клеверикс, команда в Клеверикс на постоянной основе разрабатывает функциональность, которая касается уже предметной области. Это совместная работа в очень плотном, серьезном режиме. Две команды постоянно общаются, взаимодействуют, работают. У нас появляется некоторая новая штука, которая не была раньше. Российское ESM-решение. Плюсы, которые на слайде приведены, они в большей степени касаются, конечно же, платформы, и они очень существенны. Я не буду их там сильно проговаривать, засчитывать, потому что они, в общем, говорящие, и здесь все довольно понятно. Одна из важнейших вещей – это полностью российское отечественное решение, входящее в реестр соответствующий, поэтому здесь возможности открываются довольно большие. Чем это решение отличается от аналогичных решений на рынке? Мы знаем, мы в компании Клеверикс знаем и наблюдаем, как создаются зачастую, не всегда, но зачастую подобного класса программные продукты, программные решения. Как бывает частенько. Какая-то компания под заказ другой компании разработала программную систему. А получилось удачно, получилось хорошо, кейс решен, здорово, можно двигаться дальше. И компания-разработчик принимает решение сделать свой продукт более универсальным, направленным не только на одного клиента, под которого он разрабатывался, но и на других клиентов. Этот шаг в универсализацию – это очень классная история, мы ее страшно приветствуем, это очень хорошо, если бы не некоторые «но». Но, которые здесь возникают, они следующие. К сожалению, опыт показывает, что такого рода продукты, которые вот так выросли, они имеют заложенные в них архитектурные ограничения и особенности, которые не позволяют их дальше развивать в сторону, которая хотелось бы рынку, а не конкретному клиенту. Компаниям, которые разрабатывают такие продукты, приходится бороться с этими особенностями, приходится как-то выкручиваться. У кого-то получается лучше, у кого-то получается хуже, оно разное. Клиенты, которые дальше покупают такой продукт, они имеют некоторый риск. Это понятная история, она, может быть, не такой драматичной для отдельных продуктов, для других она более серьезная. Тем не менее, зная об этом, мы изначально Altex разрабатываем как универсальное решение. Компания Clarex имеет богатый опыт в этой области. У нас есть больше ста, мы уже сбились со счета, честное слово, больше ста проектов реорганизации управления, в том числе управления в IT. Объединяя этот опыт, мы можем придумать, предложить более универсальное решение, которое будет пригодно для разных заказчиков. То есть, выйти на хорошую коробку. А коробка – это важный критерий, о котором я говорил чуть раньше. 100% наших заказчиков, новых лидов, которые к нам приходят, абсолютно однозначно требуют нам нужную сразу коробку, которую мы будем развивать. Дальше. Следующее важное отличие Altex от других продуктов на рынке представленных. Было время, когда мы в Российской Федерации увлеченно и с упоением читали книжки ITIL. ITIL – это ведущий свод знаний в данной области в управлении услугами. Вторая версия, третья версия выходила этой библиотеки ITIL. Мы применяли полученное знание и очень благодарили наших зарубежных коллег, которые эти, собственно говоря, книги для нас написали и позволяли их использовать. Сейчас мир перевернулся. Сейчас мы работаем чуть-чуть иначе. Дело в том, что нам удалось, нам, компании Clerex, удалось поучаствовать в создании новой версии библиотеки ITIL, версии 4. И на слайде вы видите обложки книг, основных книг, которые в эту библиотеку входят. Мы отметились в четырех из шести ключевых публикациях, причем в трех из них как соавтора. Это означает, что в библиотеке ITIL сейчас есть текст, который разработан в России, который основан на российских кейсах. И теперь не мир учит нас, как можно выстраивать управление услугами, а мы на основе своей проектной практики в России рассказываем миру, как можно выстраивать управление услугами. Соответственно, в Altelex, наш программный продукт, мы, конечно, закладываем все те же самые идеи, абсолютно не то, что созвучены, а практически те же самые идеи, которые мы же привнесли в библиотеку ITIL. Но значимая история, я ей очень горжусь, и особенно тем, что это достижение нас как страны, нас как моей родины. Дальше. Третье важное отличие Altelex от других информационных систем – это то, что зачастую информационные системы поставляются на уровне программного обеспечения. Вот вам дорогой заказчик ПО, вот вам инструкция по установке, ну и дальше регламенты процессов как-нибудь сами. В более хороших, там, интересных случаях даются какие-то ванильные, так называемые, регламентные процессы, которые чему-то соответствуют, чему-то не соответствуют, до конца не ясно, как это использовать, и как конкретно учесть особенности заказчика, потому что вопрос кастомизации встает постоянно. Кастомизация коробки, которую нужно сделать. Мы в Altelex пошли другим путем. Мы изначально готовим комплект, комплексное решение. Это ПО плюс сопроводительная документация, которая в большей степени не техническая. Техническая, само собой, она методологическая. Как процессы строить, как их запускать, как потратить на это меньше ресурсов, меньше времени, меньше денег, как сделать так, чтобы процессы были гибкими, построенными под заказчика, и с ними можно было хорошо работать, и их можно было развивать. Завершающая история заключается в том, что, как я уже говорил, управление услугами – это широкая область знаний. В ней большое количество от областей процессов, практик, чего-то еще. Понятно, что никакой новый программный продукт, а Altelex – это новый программный продукт, он только в этом году вышел на рынок, совсем недавно, осенью, никакой новый программный продукт не сможет сразу принести полную функциональность во всех, во всех, во всех процессах, практиках и областях. Мы застраиваем нашу картинку постепенно. Мы идем по определенным точкам, они перечислены на слайде, мы закрываем их одна за одной. Каждый новый релиз привносит в наш продукт какую-то следующую историю, которую мы тоже теперь помогаем автоматизировать. Важно здесь не то, что мы идем постепенно, и не то, что мы идем как-то по отдельным точкам, а то, что мы изначально идем с точки зрения выстраивания комплексной системы управления. У нас есть процессная модель, которая нам понятна, которую мы применяем многие годы в разных заказчиков. Это не просто перечень областей, это очень детализированная модель, которая имеет связи между всеми процессами, которая имеет понятные артефакты, которые создаются. Для каждого прямогольника описана ролевая модель и какие роли, где и как участвуют. Везде описан порядок действий, процедуры и так далее. Вот это постепенно выстраивается как целостная картина, достраивая части. Мы верим, что такой подход дает наибольший результат с точки зрения эффективности для заказчика. Постепенное достраивание, приклеивание процесса процессом – это опасная история, которая может завести все развитие в какую-то ненужную сторону и потраченные зря ресурсы. Если мы идем сверху с понятной картинки, мы строим эту картину более-менее целостно и здраво. Последний слайд, к сожалению, наверное, будет некоторой ложкой дегтя во всей этой истории, но, тем не менее, жизнь такая, какая она есть, и про это, конечно, нужно обязательно сказать. Дело в том, что ITSM и ESM-система – это не самая главная система для бизнеса, давайте честно. У бизнеса есть намного более интересные и важные вопросы, в том числе в области импортозамещения. Кроме того, эта система, заменить которую довольно сложно. Она прилично стоит, это десятки миллионов рублей. Полноценная миграция с хорошего зарубежного инструмента на хороший отечественный инструмент занимает существенный срок от полугода до полутора, может быть, двух лет, смотря от области, которая уже автоматизирована, в зависимости от этого. Ну и кроме того, эта система обладает некоторой критичностью для бизнеса. Если система ITSM или ESM встанет, об этом узнают очень многие и сразу. Это, в общем, такая неприятная история с точки зрения критичности. Поэтому замена такого рода системы – это в компании довольно редкое упражнение. Оно происходит не каждый год, слава богу, а оно происходит довольно редко. Поэтому сейчас компании, которые стоят перед выбором, на какую систему мигрировать, они решение, по сути, принимают на длительный горизонт по времени. Я бы условно оценил этот горизонт в 7-10 лет. Это оценка, к ней не нужно. Нужно относиться именно как к оценке, не расчет. Но кажется по нашему опыту, что это все-таки редкое событие. Поэтому ошибка сейчас, она может быть такой долгой-долгой историей на будущее. У нас есть примеры компаний, которые затрудняются в миграции, ровно потому, что уже потрачены большие ресурсы, уже была сделана миграция с какого-то прошлого инструмента. И теперь просто бизнес-обоснование этого упражнения – отдельная, отдельная серьезная история. Поэтому я надеюсь, что на российском рынке будет появляться больше продуктов такого класса, что у заказчиков будет выбор, и наша система, она будет ярко выглядеть на фоне остальных систем, которые тоже в России, конечно же, есть и используются. Я готов ответить на вопросы. Я вижу, что в чате они появляются, и это здорово. Сейчас мы на них переключимся. Чуть-чуть сделаю анонс. Сегодня модно, и целый день мы запускаем разные опросы, за что огромное спасибо организаторам. Я тоже подготовил для вас опрос. Мне очень любопытно посмотреть на результаты. Я не собираю контактные данные, я не хочу вам ничего продать. Мне интересно текущее состояние. Опросы я вижу, что уже запущен. Пожалуйста, возьмите минутку, ответьте. Там буквально три вопроса, они очень простые. Эта информация поможет нам понять состояние рынка прямо сейчас. Мы готовы будем поделиться ответами на эти вопросы в интернете, на наших сайтах, на наших порталах, в группах Телеграма. Теперь давайте по вопросам пройдемся. Про ИТИЛ. Да, отвечайте, отвечайте, пожалуйста. А я вижу просто окошко. Если можно, я уберу презентацию. Она сейчас нам больше не нужна. Так, вопрос про 1С и Телеграм. Почему его отнести только к ITSM решениям? Смотрите, Алексей, здесь информация, которую мы публикуем в реестре, она основана на том, что мы знаем о рынке и, разумеется, на данных сведениях от того, кто продукт изготавливает, от разработчика. Мы опираемся на публичную информацию. Если мы правильно поняли, то это решение класса ITSM, что на самом деле очень классно и здорово. Если мы поняли неправильно, пожалуйста, скорректируйте нас. Совсем недавно, меньше месяца назад, я общался не помню с кем, к сожалению, по памяти из ИТИЛиума, и мы корректировали информацию в реестре. Поэтому это открытая штука. Мы хотим принести... У меня закончилось время. Мы хотим принести общее знание рынку, чтобы было понятно, из чего выбирать. Дальше. Как система встраивается в цифровое рабочее место сотрудника компании? Для заявок это отдельное поло. Смотрите, система отдельная. Она имеет собственную инсталляцию, собственный портал для пользователей, который делается изначально универсальным порталом по разному роду обращениям. Но в платформе GreenData есть очень-очень богатые механизмы интеграции. Там есть совершенно различные механизмы ETL, в том числе, которые позволяют склеить, совместить эти системы, разные системы вместе. Поэтому вполне вероятно, что заявка подается через общий портал ViteX и уходит на исполнение в какую-то другую систему. Равно как и обратная конфигурация тоже возможна. То есть сухой остаток. Встраивать можно и нужно в то, как привычно компании, в то, как устроено у заказчика. Дальше. Меня нет в команде. Я фрилансер. Нет, Дмитрий, смотрите, я, конечно же, не фрилансер. У нас компания имеет разные направления бизнеса. У нас есть техническое направление, консалтинговое направление и тренинговое направление, свой собственный учебный центр. Поэтому в зависимости от того, кто в каком направлении трудится, на разных сайтах компании представлена разная информация. Я могу вам скинуть ссылку там, где я нахожусь, в компании Playrix. Дальше. Руслан уточняет, что такое ESM и ITSM. Очень коротко отвечу. Это очень схожие, но чуть-чуть разные области знаний. ITSM – это знание о том, как устроить работу IT, как будто бы это сервисное подразделение, IT-департамент, как будто бы это сервисное подразделение, предоставляющее услуги. За этой простой фразой скрывается огромная, огромная серьезная область знаний, которая позволяет сильно повысить качество и эффективность предоставляемых услуг. Но это фокусировка на IT со своей спецификой. Enterprise Service Management – это развитие идеи ITSM в области корпоративных услуг. Все то, что можно представить в виде «мы предоставляем сервисы», точно так же можно завернуть некоторые процессы в SLA, в каталог услуг, в каталог запросов и так далее. И опять же, повысить качество и повысить эффективность предоставления этих услуг. Существенная часть подразделений компаний, крупных компаний, их работа может быть представлена как предоставление услуг. Не полностью, но в существенной части. Кажется, я ответил, простите, я не уложился 2-3 минуты, кажется, я съел лишних. Спасибо вам большое за внимание.